Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня открыла комментарии, думала, что вчера на все вопросы ответила, но вопросов стало еще больше. И вот я сейчас быстро прочитаю, отвечу только те сообщения, в которых содержатся какие-то вопросы. Потому что вчера начала читать все сообщения и видео получилось очень длинное. Смотреть его, конечно, неудобно. Я сейчас сразу скажу, что я читаю все комментарии, где пишут благодарности или похвалы мне. Но сейчас, сегодня я не буду их зачитывать, а буду зачитывать только те, в которых вопросы по растеневодству. Если читать все комментарии, это очень-очень долго. Будем вот только как рабочие моменты сейчас освещать. От Дениса Кузнецова, что вы скажете о подкормке рассады мумие. Я, к сожалению, я знаю, что это очень ценное вещество, но я, к сожалению, ни разу им не пользовалась. Как-то даже в голову не приходило. Поэтому ничего ответить не могу. Говорю только по своему опыту. Если бы я пользовалась, я бы ответила. Так, вот пишет Ангелина Дедова. Моя мама агроном выращивала всегда перец так, как высеяла густо без пикировки перед высадкой. Вынимала, разделяла по одному. Это вот к видео, когда загущенные посадки перцев. Так, у нас плюс 20. Тут люди про погоду делятся, что погода очень плохая. Ольга Сумская написала, что суперфосфат с золой нельзя смешивать. Я не знаю, я даже не задумывалась об этом. Почему-то всегда делаем так. Надо эту информацию точно всю изучить. Потом, попозже тогда прочитаю. Елена Мочалова. Оленька, я вам так благодарна. Для меня вы открыли сибирские сорта. Никогда раньше не задумывалась о таких тонкостях. Посадила демидов и раннюю пташку для раннего урожая. Десяток кустиков. Не сорта, а чудо. Не переросли нисколько. Сейчас цветут вовсю дома. Это вот к видео о наших сибирских сортах. Елена, Елена, скажите, пожалуйста, как вы проливаете грунт в теплице? Только по лункам? Но сейчас пока по лункам. А если вас интересует летний полив, посмотрите, пожалуйста, за прошлогоднее лето, там летнего видео. У нас еще нет, ни разу не было капельного полива. Я поливаю просто из шланга водопроводной водой. Сегодня про полив как раз хочу рассказать подробно. Очень много людей интересуется поливом. Так, опять про перец. Настя Сорокина полностью с вами согласна. Всегда заглубляю. Спасибо. Спасибо. А, вот, Людмила Березань. Оля, я смотрю, у тебя томаты в пятилитровых баклушках. Ты что, прямо их в землю закапываешь? А если у меня в ведерке, я их тоже можно закопать? Люд, я не знаю, я первый раз в баклушках закопала, увидела у соседки, мне понравилось. Когда вот год пройдет, на будущий год я смогу уже с уверенностью говорить, что хорошо это или плохо. Вот пока что для меня это эксперимент. В баклушках ни разу не выращивала. Так, Зай, спасибо. Вот, опять, Соль Сальникова. Оль, скажите подробно о поливе томатов. Поливаете прямо из шланга или из бочки? Можно ли поливать из шланга? Не заболеют ли томаты от ледяной воды? И в какое время правильно поливать томаты? Вот там еще одна. Один комментатор тоже сильно интересуется. Я сейчас буду подробно рассказывать про полив один раз. Больше повторять не буду для следующих вопросов. У нас, к сожалению, нет столько теплой воды. Да, у меня есть две бочки стоит на участке. Одна бочка рядом с теплицей, где выращиваю баклажаны. Другая с теплицей, где выращиваю огурцы. И ранние молодые огурцы я поливаю водой, которая за день теплеет, на солнце согревается. Конечно, никакими другими мы не подогреваем, ни кипятильниками, ничем. Потому что это нонсенс для огорода, столько греть воды. Всегда поливаю холодной водой. Ну, какой холодной водой? Я говорила из-за воды, но теперь, так как все интересуются, я уточняю. У меня не водопровод. У нас стоит вот эта скважина, наша дома, которая поднимает, как она называется, артезианская вода. Ну, короче, с подземли, с глубины 15 метров поднимается вода. Она холодная. Она еще холоднее, чем водопроводная, ледяная вода. Этой водой я поливаю все. И томаты, и перцы, и все. Я просто... Вы же понимаете, что невозможно полить теплой водой весь огород. Вот если я высаживала в том году более тысячи корней, это надо в каждую лунку теплую воду, где ее взять. Поливаю, ставлю брызгалку, вот которая, разбрызгиватель. Подключаю этот шланг и вперед. Все орошается вот этой ледяной водой. Растения приучаю с самого раннего весны, с самой ранней весны. И все лето они на этой воде. Не знаю, говорят, что перец останавливается в росте, или томаты болеют. Я не замечала, просто они другой воды в жизни не видят. Все. Так. Люба Путимцева, скажите, сажайте минусызовские помидоры. Какое мнение о них? К сожалению, ни разу еще не садила. Но собираюсь, все хвалят, тоже хочу попробовать. Ни разу не видела у перцев таких воздушных корней Светлана Фомина. Ну вот, у нас такие воздушные корни. Валентина Александрова, все понятно и здорово. А как вы рассаду везете на рынок? Уже сотый раз говорю, никуда я ее не везу. Это вот финальная стадия. Она растет у меня с земли. Люди сами приезжают. И я прямо с земли, с грунта ее, как сказать, ну вот так поддеваю в мешочек и даю им в руки. А если томаты на 40-й день, на 60-й пропадут на талии подорванного? Нет, не пропадут. Они в любой день их высадите, они все равно вырастут. Такая плотная посадка, это так и останется. Я не пойму, вы смотрите или не смотрите. Я же говорю сразу, что это вот такая посадка, это рассада на продажу. Она месяц там порастет. Я вот когда высаживала и говорила, что ей там расти месяц. Потом люди приедут, ее заберут. Юлия Голубкина, мне вот нравится ее комментарий. А что же двери-то закрыты с такой температурой? Ну, во-первых, мне даже смешно. Может быть, вообще причин может быть, конечно, много. Может, у меня сквозняк противопоказан. А вообще, если честно, этих дверей-то еще нет. Я же говорила, что это новая теплица. Ей всего несколько дней. И муж, когда делал ее в выходной, он двери просто прорезать не успел. Если вы когда-нибудь видели, как строится, делается теплица, то вы знаете, что вот этот торец, его прикручивают на саморезы шуруповертом из цельного листа поликарбоната. И только потом вот этот вот контур двери прорезается. Вот муж ее прикрутил, прорезать не успел. Все. Когда он потом через несколько дней хотел прийти прорезать эту дверь, я сказала, давай не будем прорезать, потому что еще будут морозы в эти щели, все равно однозначно заходит холод. И у нас вот этот торец, он цельный поликарбонат, не прорезанный. Что за люди-то вы такие? Вы почему всегда ищете где-то подвох какой-то? Все выглядит... Что же двери-то закрыты? Да нет там никаких дверей. Все. И мне... Я выбираю нам, что страшнее, жара или мороз. Я думаю, что жара нам менее страшна, страшнее мороз. И решили двери пока не прорезать. Вот и все. Поэтому двери закрыты, потому что их нет. Так. Как правильно сеять? Перец из пачки. Про посевы я уже рассказывать не буду. Уже много-много видео. Отмотайте назад весеннее. Посмотрите, как я сею. А то, что из пачки проклюнулось не больше пяти семян и они плохо растут, это может быть качество семян. Семена, к сожалению, бывают разные. Даже свои не всегда всходят. Подскажите, можно ли сейчас куриный перегной под комат добавлять? Вот смотрите, я не знаю, я куриным пометом не пользуюсь. У нас нет ни куриного помета, ни кур... Но вообще я всегда читала и слышала, что он не такой жесткий, как какой-то коровий навоз, что он мягкого действия. И его можно сразу в землю как вырабатывать и добавлять. Но вы должны все-таки, наверное, спросить у того человека, который пользовался вот таким куриным пометом. Я честно скажу, у меня его нет и я его никогда не применяла. Нам просто негде взять его. Так, Валя пишет. А скажите, сорт Настенька, это ваши семена? Это мои семена? Можно ли их заказать? Да, можно их заказать. Я осенью в августе выложу, буду выкладывать видеоролики про каталог, про заказ семян. Сейчас не буду на это время терять, потому что сейчас семена никому не нужны. Семена нужны только осенью на будущий год. Позже я все вам расскажу. Спасибо, спасибо, все понятно. Скажите, пожалуйста, если до посадки в грунт осыпались цветочные кисти, будут на их новые? Да, конечно, вырастут новые цветочные кисти. Не надо ничего выкидывать. Можно уточнить. А, можно уточнить при пикировке и при посадке томатов уже на место. Обязательно ополаскивать корни от земли. Да зачем, не надо никакие корни от земли ополаскивать. Я помыла корни, чтобы вам показать, как они выглядят. А вообще, ну я просто, если, например, в лотке вынимаю из грунта и сажу в лунку, ничего я не ополаскиваю. Если стаканчик, то стаканчик снимаю и вместе с земляным комом сажу. Спасибо. Какая в вашем регионе температура? Ну вот была жара, теперь стало холодно. Вчера было пасмурно. Сегодня тоже обещают низкую температуру. У нас температура очень изменчивая. Каждый день разная. Я могу вам сказать одну, а через два часа уже будет другая. Но пока что вот ночью у нас плюс 10, днем было плюс 12, где-то 15. Погода скачет. Так, пусть... Здравствуйте. Как найти в Одноклассниках? Я уже говорила, набирайте в поисковике Ольга Чернова, город Бийск. 50... Сейчас скажу, сколько. Там указано 57, по-моему, что ли, или даже не помню, он возрастом меняется или нет с возрастом. Ольга Чернова, город Бийск. Найдете. Ролики поздноватые. Так. Вот. Пишет опять мир. Ольга, я опять ничего не поняла про полив рассады. Неужели перцы можно поливать холодной водой из-за этого парауда? Каким прибором пользуетесь? Значит, чем вы греете воду? Вы говорите, приучаю на канале. Какие-то будние барышни, крестьянки, живет в Сибири, поливает все растения только подогретой водой. Знаю, что от холодной воды перцы останавливаются в росте. Я вот хотела спросить, а вы знаете это по собственному опыту, или это вы просто читали? Вот у меня не останавливаются. Я даже не знаю про это. Прошлогоднее видео, посмотрите, когда я уже осенью снимала видео про желтый слон. Он ростом с меня. У меня в том году по 30, желтый слон, выросли больше полтора метра. Они высокорослые в теплице. Ни одной капли теплой воды они не видели. Вы вот сами логически помыслите. Если у меня 1300 корней, например, вот томатов, это надо сколько теплой воды, где их брать? А если греть воду для огорода, вам не кажется, что это очень-очень дорого выйдет? У нас такой регион, где у нас 15 тысяч зарплата. Это вот, знаете, предел. И электроэнергия очень дорогая. Я вообще, если вот сказать кому, соседям, что а вы подогреваете воду для огорода, меня на смех поднимут. Поливаем все из шланга. Я уже в предыдущем видеоролике говорила, что мои растения теплой воды никогда не видят. Только молодые огурцы. А потом, когда постарше огурцы, когда плодоносят, и их тоже прямо шланги поливаем, ледяной водой ничего не останавливается. Все растет. Они других условий не видели. Опять, как организован полиста матов? Подскажите новичку. Посмотрите прошлогоднее видео. Летом я все рассказывала. Как я поливаю в открытом грунте, там вот эта брызгалка брызжется. Как я поливаю в теплице из шланга? Я сейчас показать все это не могу. Но вот говорю словами, поливаю холодной водопроводной водой. Кто не верит, но мне клятву на крови дать, или как, не знаю я. И какой смысл, если бы я грела воду, какой смысл мне обманывать, что я поливаю холодной водой? Ну, факт есть факт. Холодная вода. Так. Очень... Вы в одном из видео сказали, что семена у вас свои. Я с гибридов семена собираете. Некоторые овощи воды пишут. Я с гибридов не собираю просто-напросто потому, что я их не сажу никогда. Минеральное удобрение, инсектициды с фунгицидами используете. В общем, химией пользуетесь. Я химией пользуюсь какой, сейчас скажу. Я томаты от фитофторы обрабатываю бордосской смесью, как всегда, на протяжении многих-многих лет. У меня мама обрабатывала, я обрабатываю. Вот без бордосской смеси я считаю, что фитофтора всё равно осенью нагрянет. Потом такими ещё вот инсектицидами обрабатываю от вредителей обязательно. В том году был паутинный клещ. Ничем его не возьмёшь, кроме того, как обрызгать, например, гусеницы на капусту. Капуста в ранних сроках. Но всегда при использовании, я всегда очень строго соблюдаю вот эти режимы ожидания. Никогда не обрабатываю те растения, у которых уже плоды готовы к употреблению в пище. Отношусь к этому очень внимательно, очень осторожно. Но всё-таки я считаю, что вот без этих всяких там не уничтожить вот этих насекомых, когда сильно большая напасть, не от фитофтора не защититься. Я пользуюсь, да. Хотя, конечно, не всегда хочется в огород заносить вот эту агрохимию, но приходится. Галина спрашивает, как чувствует рассада, вытянутая, забытые ниточки. Вот уже я как раз выложила это видео. Смотрите. Сразу понятно. Оля, я смотрю, вы не подвязываете, с колями удобнее или нет, никакой разницы. Мы, я так скажу, удобно или нет, я не очень знаю. У нас на шпалерах никто не выращивает. И я как с самого раннего детства вижу, что все на колях выращивают. У нас всё выращивают в коловой культуре. Если я вот сейчас пройду по нашей улице или в любой район города заеду, зайду на любой участок, у нас везде колия. Это традиционно уже. Это уже всегда. И я на шпалере пробовала в теплице выращивать томаты, но так как у меня их по два в одну лунку, и их очень много, вот эти нитки там, перемычек у теплиц меньше, чем моих томатов. Привязывать ниточки некуда. На улице я вообще не знаю, как растягивать эти шпалеры, как всё устанавливать. Мне кажется, это проблематично. Тем более, я одна в огороде всегда вожусь, этим занимаюсь. Мне проще ватнуть кол и подвязать, чем тянуть вот эту проволоку. Мы всегда так выращивали. Иного способа выращивания я не видела. Я не знаю даже образца, как за образец, какой просто пойти, посмотреть и всё. И поэтому я ничего не хочу менять. У меня уже колия лежат. Вот там в кучке в огороде всё приготовлено. А это нужно какие-то проволоки, какие-то нитки. Не потому, что удобнее, а потому, что я так привыкла, у нас так заведено. Вот в нашем районе, в нашей местности все томаты выращиваются в коловой культуре. Дальше Алиса спрашивает, а что за капуста? Так вы отмотайте, посмотрите, когда я её сеяла 9 апреля. Это капуста ранняя июньская, поэтому я её сеяла рано, чтобы получить, успеть ранний урожай. Так, Надежда пишет, спасибо за вашу азбуку, смотрю регулярно. Упустила ниточку, какой возраст этой рассады, месяц. Но я сейчас вам так не скажу, в уме всё, я не запоминаю. Буду высаживать, обязательно посмотрю на этикеточку, на латке и скажу вам, я высаживать сегодня или завтра я буду. Какой фирмы? Это сибирские помидоры. Вот эти сибирские помидоры, это уже все семена мои. Когда-то я их покупала разными, от разных-разных фирм, собирала вот эту коллекцию очень долго. Там какая-то от одной фирмы, какая-то от другой, какая-то от третьей. Но уже много лет назад это было, я теперь даже не помню. У меня нет этой информации. Так, пишет Анна, Ольга Далиновстучина, сорта огурцов, мы все растим, много лет любим эти разработки. Кстати, у меня амурчонок уже взошёл очень хорошо, дружненько так. Так, Лена, смотрю, два месяца не писала, но не могу удержаться. Так, так, так. Когда вы отдыхаете, когда еду для семьи готовите, удачи вам, дорогая, хорошая погода, огромного сибирского здоровья. Еду готовлю, когда придётся. Вчера вот зашла с теплиц, полдевятого, как раз в девять, по-моему, началось кино, ищейка. Я смотрела кино и готовила плов. Всё. Хоть и вредно на ночь есть, но перед тем, как лет спать, мы все наелись плова и спокойно все легли спать. Такой у нас режим питания пока что. Даже вот на днях жарила чебуреки, успеваю это. В перерывах между посадками заскочишь, замесишь тесто быстренько-быстренько, когда устанешь в огороде, вот вообще заползёшь такой, думаю, ну ладно, хоть сидя что-то поделаю, ну пора, можно постряпать чебуреки, это же отдых. Когда меняешь вот такие, как после огорода, меняешь, например, на кухонные дела, то я считаю, что это разнообразие и отдых. Пока готовлю чебуреки, отдохнула, можно как ноги отдохнули, спина отдохнула, можно идти в теплицу, что-то делать уже вот так вот в наклонном виде. Так, дальше. Не лень тебе отвечать на наши бесконечные бестолковые вопросы. Так, я не нашла твоё видео с шитьём и вязанием. А я уже писала, я же ничего никогда не выкладывала, я же её вяжу всю жизнь. У меня очень-очень много там, но я когда-то, я как-то даже ни разу не задумывалась, что это можно куда-то выложить. И всё, если честно, вы же, наверное, видите, что у меня каналу всего год, я всего год назад вот узнала, что можно что-то выкладывать, ролики в YouTube и можно вот как в интернете общаться. До этого я сидела просто тихо, мирно в огороде, занималась своими делами. Куда столько капусты можно накормить, всю округу, спрашивает Марина. Ну, если вы внимательно бы посмотрели мой канал, там я очень часто говорю, что я выращиваю рассаду на заказ, на торговлю. И вот эти вопросы я, конечно, не хочу задать, что может задать какой-то человек, который невнимательно смотрит или что-то, но ясно, что если такие плантации я выращиваю, это я не для себя, это я на продажу, но зачем спрашивать, куда столько капусты, неужели вы сами, логически поразмыслив, не можете дать ответ на этот вопрос. Ещё даже написать надо сюда. Я её продаю. Вы любите математику, порядок, всё по ниточке, всё размечено, да? Кота. Скорную. Держать. Вот написано, Юджима спрашивает, Оля, вы не будете вынимать рассаду из баклашек? Нет, я не буду. Я в следующем видео покажу, как она уже в готовом виде, но там уже, кстати, есть. Так. Вот прокашель промой. Не пробовала от кашля тряное сало, нужно узнать, определить природу кашля. Иногда томаты вызывают сильную аллергию. Дорогие мои, не расстраивайтесь, не волнуйтесь про мой кашель. Мой кашель – это сопутствующая моей аспе. У меня астма уже около, более 25 лет, но очень давно. И кашель – это, ну, как я уже привыкла, что у меня есть кашель. И когда я вот снимаю видео, особенно вот как я как закашливаюсь, это только от того, что когда постоянно говоришь без перерыва, раз проблемы с дыханием, мне не хватает, как воздуха, и начинает першить, и я кашляю. Вообще я не болею, это не из-за того, что я простыла, или у меня там воспаление лёгких, или нужно что-то мне узнавать, как там написано, что узнаете, что это трахеид, или там что. Вот. Это всё нормально, я всю жизнь так кашляю, это просто из-за того, что астма. Я вот сейчас перестану говорить, я перестану кашлять, всё. Это только из-за того, что я говорю, 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 и вот начинается першение. Всё у меня нормально. Так. Пишет Ира, так вы их даже не пикируете. Ну, как я не пикирую? Я только что, это вот к тому видео, как хороши сибирские сорта, я только что, вот когда снимала, я сказала, что завтра буду их высаживать в грунт, это и есть пикировка. Я из лотков пикирую сразу в грунт, в тоннели. Всё. Ой, так вот. Закончу вот на этом, потому что уже всё время много. Наталья Кузнецова, Оленькова, правосибирские сорта, супер, сама их выращиваю в Подмосковье. В этом году из ваших семян отличное качество, семян стопроцентная всхожесть. Спасибо вам за семена, доброго здоровья. Я вот хочу сказать тем, кто у меня выписывал семена, в этом году произошёл такой казус, что у некоторых семена не взошли, ну как, взошли, но не все. Я сразу извиняюсь, потому что я вот думаю, всё сижу, почему в этом году так получилось, никогда такого не было. И скорее всего, объясняю это тем, что в том году у нас был град. Кто смотрит все мои видео, те видели, что в июле большинство томатов побил град. И побил их в таком состоянии, что они как были некоторые ещё не дозрелые, а вот только начинали зреть. Я не подумала, что это отразится на качестве семян. Я эти плоды вот дырявые, вот побитые оставила, и они дозрели с этими дырками. И я из них тоже собрала семена, потому что это хорошие сорта, всё, они вроде были как большие крупные томаты. но вероятно, вот эти вот места, где были побиты дырки градом, они уже в процессе вот этого созревания начали немного подгнивать. Я, конечно, эти места удаляла, но я вот думаю, что всё-таки из-за этого кто-то пишет вот стопроцентная схожесть, кто-то пишет, вот несколько человек написали, что семена взошли всё-таки не все. Ну, хотя и другие комментаторы пишут, что это зависит не только от семян, там от качества грунта, там от посева, от ухода, как поливаешь, как содержишь, холодно, не холодно, но я всё-таки думаю, что некоторые семена не взошли всё-таки из-за того, что я их собрала с тех томатов, которые были побиты градом. Перед всеми извиняюсь, у кого не взошли семена. На будущий год, если вы будете ещё раз заказывать, напишите мне, сколько штук у вас не взошло, я вам добавлю и бесплатно доложу все эти семена. Честное слово, потому что одна там дама придумала, что я, возможно, закупаю просроченные семена в магазине, их рассылаю, но вы подумайте, этих сортов даже в магазине не в любом магазине найдёшь, не найдёшь, во-первых, а во-вторых, это очень проблематично, конечно, это какие-то семена где-то подбирать, распечатывать их, запечатывать другие, я этого, конечно, никогда не делаю, все семена мои, но вот бывает это такое, я извиняюсь, потому что это природа, не заглянешь, они с виду вроде хорошие семена, но оказалось, что у некоторых не взошли. Почему не взошли, я не знаю, огородников много, некоторые, может быть, и действительно, какие-то нарушили условия выращивания, но я всё-таки себя ответственность не снимаю и на будущий год добавлю всем семена, у кого не взошли. Так, ещё, так рано высаживать рассаду, снег у нас ещё не растаял, но у нас растаял, и Акация пишет, спасибо урожаев высоких, у меня тоже есть сибирские сорта, Киевская область, я новенькая, примите в компанию? Конечно, всех принимаем, чем больше компания, тем лучше, каждый что-то новенькое расскажет нам, тем более, Киевская область, это очень далеко, возможно, у вас есть какие-то новые интересные сорта, томатов, которых нет у нас. До свидания, желаю всем хороших урожаев, вот с этого вопроса, Акация, я в следующий раз начну отвечать на следующие. До свидания.